В Иране на сегодняшний день, по статистике, которая есть у меня, во всяком случае, проживает порядка 40 миллионов этнических азербайджанцев. Все знают историю, все знают о том, как эти люди оказались за пределами своей родины, как граница была разделена. Я не буду туда возвращаться. Но, безусловно, есть факты, которые я знаю от людей, живущих там. Идет национальная политика дискриминации этнических азербайджанцев. Им запрещают говорить на их национальном языке, запрещается изучать национальный язык, культуру, музыку. Что там говорить далеко? Даже на азербайджанских свадьбах запрещено играть национальную азербайджанскую музыку. За это можно загреметь и в тюрьму, и получить большие штрафы. Азербайджанцев считают пятой колонной. Политика Ирана по отношению к этническим азербайджанцам точно такая же, как политика Китая по отношению к уйгурам. То есть, было бы хорошо, чтобы их не было вообще. Но проблема в том, что они есть. Значит, пути два. Их надо либо убить всех, что невозможно убить 40 миллионов человек, либо их надо ассимилировать. Причем проводить государственную, федеральную политику насильственной ассимиляции. Нужно заставить этих людей забыть об их корнях, об их языке, об их культуре, об их связи с Азербайджаном. О том, что они не иранцы, не перцы, не часть персидской культуры. И вот это всяческими мерами делается. Далее. Конечно, они боятся чего? Самый большой кошмар иранского режима и Атолл – это отчуждение этих территорий, многие из которых богаты нефтью и газовыми ресурсами, энергетическими ресурсами. Отчуждение их от Ирана. И тут сценария может быть два. Два сценария. Первый сценарий – это создание второго Азербайджана. С учетом того, что все-таки за прожитые годы Азербайджан, который был частью СССР, и Азербайджан-Персидский – это очень разные люди. В ментальном плане, в культурном плане очень разные люди. Время и окружение, в котором они жили, повлияло на это. И поэтому, наверное, как считают многие политологи, не совсем гладким может быть вот это объединение в большое государство. Ну и второй вариант – это объединение в большой Азербайджан. Такой тоже, такой страх у иранцев есть. Вот эти два гипотетических сценария. То есть, либо два Азербайджана, которые будут братские друг к другу, еще более братские, чем Турция и Азербайджан сегодня. Или создание большого Азербайджана, который будет сильнее и более многочисленным, чем сам Иран, который останется. Значит, это страшный короноидальный страх. Поэтому, что делает иранское руководство режима Айатол? Оно, во-первых, дискриминирует и всячески ослабляет внутренних своих азербайджанцев, граждан Ирана. Это первый вектор. И второй вектор, оно пытается всячески делать козни Азербайджану со столицей в Баку, независимому государству. Каким образом? Путем усиления Армении. Армяне, являющиеся традиционным врагом Азербайджана, давно уже стали другом Ирана. У них суперкооперация в плане коммерческом и даже в военном. Напомню, 2016 год, была несколькодневная война, был сбит армянами один из израильских беспилотников, которые мы вам представляли. Они первым делом отдали этот сбитый беспилотник Ирану, чтобы иранцы его на множители разложили и понимали, что это такое. То есть это, конечно же, не всецело независимая страна Армения. Это страна, которая на внешнем управлении абсолютно с большей частью доли управляющего это Российской Федерацией, меньше Ирана. Тем не менее, это то, что есть. Значит, усиление Ираном Армении. Потому что пока Азербайджан будет занят армянским фронтом, пока у Азербайджана будет вот эта головная буль, пока вопрос не будет решен в Карабахе или еще как-то шире с Арменией, у Азербайджана, у Баку не будет возможности думать о том, что происходит с азербайджанцами внутри Ирана. Так думает Иран. Поэтому пусть головная боль будет эта армянская у Азербайджана как можно дольше. Ее надо пролонгировать, ее надо подпитывать, как этот огонь. И они ее и подпитывают. Вот мы видели недавно, несколько дней назад, порядка 60 фур с горючо-смазочными материалами из Ирана шли на оккупированный еще Арменией вот этот кусочек Карабаха. Для чего? Ну, во-первых, это, конечно, грубейшее вопиющее нарушение международного права. Эта территория оккупирована. Эта территория, с точки зрения международного права, считается территорией Азербайджана. Она временно оккупирована армянскими сепаратистами, так называемым правительством Арцаха, как они называют себя. Что там от него осталось, это не важно, но так они себя называют. Значит, что вы делаете? Вы фактически дробите соседние государства, вы подпитываете сепаратистов, вы фактически ведете с помощью ваших материальных средств войну против Азербайджана, просто войну такую косвенно. Через армян. Вот то, что происходит. Я прекрасно понимаю позицию Азербайджана официального, который не хочет портить отношения с Ираном, во всяком случае не хочет усугублять, не хочет воспламенять. Это у вас самая длинная граница, более 600 километров, если я не ошибаюсь, ваша южная граница. Огромный, мощный сосед. Иран – это мощное государство, несмотря на то, что оно отсталое по многим пунктам, скажем так, в любом столкновении со страной западной, у него нет ни малейших шансов. Это страна, у которой нет военной авиации совершенно, у них на вооружении стоят старые самолеты конца 70-х годов, который купил еще Шах Пахлеви. Это корыто. Это миражи французские, это самолеты там, я не знаю, какие, это уже динозавры летающие, у них совершенно нет военного флота. Их ПВО отстало, они не могут противостоять ни самолетам F-35, Раптор, ни F-15, F-16. То есть это полностью огромный такой циклоп. Но все равно страна мощная, у них есть много пехоты, много пушечного мяса, у них есть много фанатиков, у них есть много безумцев, которые готовы себя подрывать, взрывать и так далее и тому подобное. В общем, Азербайджану, конечно, все это не нужно. Не нужно это форсировать, не буди лихо, пока оно спит. Я думаю, это так можно охарактеризовать, это будет ваша политика. И попытки есть такие как-то с иранцами говорить языком прагматичным. Это люди, желающие зарабатывать деньги, и им предлагаются некие бонусы в виде бизнес-кооперации. То есть возможно зарабатывать в обмен на какую-то относительную тишину. Иранский народ – это очень трудный народ, древний народ, персы – нормальный народ. Проблема не в народе, проблема в руководстве. В политическом, в религиозном, вот этот вот клирикальный вектор, который взят, он очень деструктивен, он является путем, в принципе, самоубийственным для Ирана. Но это тем путем, которым они предпочитают идти. В общем, надо понимать, надо присматриваться, надо видеть, кто рядом с вами, быть очень внимательными. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч.